Спасибо всем, кто уже успел подсоединиться. Тоже предлагаю, если кто-то из меня успел, может быть, нужно позвать знакомых, друзей, потому что вопрос логистики – это то, что на сегодняшний день реально злободневно. Поэтому мы постараемся сегодня, где-то примерно в течение часа, разобрать непосредственно все, что связано с логистикой. Разберем абсолютно все вопросы, связанные с ценами, с тем, какие каналы сейчас логистически работают, как вообще, в принципе, происходит логистика, что с температурным режимом, как доставлять по воздуху, по земле, по морю, из каких портов, куда приходит, сколько это стоит. Ну и абсолютно все вопросы, которые у вас возникают, поэтому можете писать в комментариях, здесь, прямо в нашем чате. И в том числе включайте микрофон, если кто-то хочет пообщаться. Тоже будем рады. У нас сегодня с вами большой профессионал Ирина Крючкова. Это директор, собственник компании. Транснет, компания, которая находится в Эмиратах. У Ирины реально большой опыт, поэтому мы Ирину пригласили, для того, чтобы Ирина непосредственно рассказала и ответила на те вопросы, которые сейчас злободневно, потому что все вот по очереди одни и те же вопросы по сути задают, а мы решили сделать мероприятие, на котором все это дело разберем. Ирина, спасибо, что подключились. Давайте сразу к делу, хорошо? У нас потихоньку подключаются люди, а мы начнем без задержек, уже 16.03, поэтому в России, в Эмиратах 17.03, тем более надо будет оперативно пройтись по всем вопросам. Ирина, сейчас какие вообще в принципе работают варианты логистики, чтобы было понимание? Между Россией и Россией. Хорошо, все договорились. Я тогда без наушников, потому что с наушниками не получается. Ладно. Так, поехали. Значит, у нас сейчас работают все виды логистики, все виды перевозок. Это авиа, море, наземка и комбинированные схемы. Завали и пол. В основном грузы идут из разных стран мира транзитом через Эмираты. И в Эмиратах, из Эмиратов они могут идти другими видами транспорта. В Эмиратах делается очень часто смена документации. Смена документации делается не только в Эмиратах, но и в других транзитных пунктах после уже Эмиратов. Но давайте с самого начала. Авиа. Авиа принимается из всех стран мира. Дальше это авиа, оно идет либо из Эмиратов через аэропорт. Подъезды, сидите, шлюха. На Россию со сменой документов. Подъезды, животные, блядь. От одного до двух рейсов из Эмиратов. Не через транзит, не со сменой документов на Москву. Это самые дешевые тарифы. Но из Эмиратов нереально практически отправить грузы напрямую в Москву, потому что требуется разрешение Министерства иностранных дел Эмиратов, которые достаточно сложно получить. Его можно получить на грузы, которые произведены в Эмиратах. А грузы, которые с известными брендами или какие-то транзитные, как правило, разрешение не дается. Могут выебать гады. Ирина, как тогда в этом случае... Пидорасу назвать. Как в этом случае нам, допустим, просто такой пример на пальцах, условно говоря, какой-нибудь там ушедший из России бренд Adidas, условно, да, какая-нибудь компания хочет завести в Россию, например. Что для этого требуется? Для этого требуется тогда, ну, как минимум, смена документов по-честному. То есть груз заходит в Эмираты, мы отсюда отправляем тогда без разрешения, но не прямым рейсом. У нас есть такая возможность, когда грузы идут из Эмиратов на Москву, но не прямым рейсом, где у нас есть возможность смены документации. Тогда в этом случае оно спокойно идет. Это можно делать и на Ави, и на море, и на земле, правильно? Это можно делать везде, да. Где-то нужно, где-то не нужно, но, как правило, 90% это нужно. Это не нужно в том случае, если у вас товары, которые нужны, необходимы для жизнедеятельности человека, или это фарма, медицина и так далее. В этом случае мы отправляем напрямую, но обычно тратится от одного до двух недель, от одного дня до двух недель на разрешение. У нас даже личные вещи дипломатов занимали где-то так же порядка двух недель и не отправляли. Хотя дипломатические вопросы, они решаются совершенно по другим каналам. Но в данной ситуации политической мы вынуждены идти по одному и тому же каналу абсолютно для всех грузов. Ирина, актуальный вопрос, который постоянно люди задают. Во-первых, непонятно, как рассчитывается логистика. Есть смысл проговорить это. И какие в настоящий момент приблизительно, понятное дело, что они не могут быть там фиксированы, сегодня, завтра и через месяц. Но тем не менее, если возьмем сейчас у нас сентябрь 2022 года, условно говоря, из каких городов в России можно делать отправку в Эмираты и сколько стоит один килограмм, либо один палет? И какие авиалинии доставляют? Из России вы можете отправлять откуда угодно в Эмираты без каких-либо специальных санкций, ограничений и проблем. Потому что из России вы как бы из нашей страны спокойно отправились, и Эмираты спокойно принимают грузы, приходящие из России. Конечно, если вы отправите какие-то очень специфические, сложные грузы, типа военных, естественно, будет контроль. Это совершенно естественно вам в любой стране мира в любое время. А если вы отправляете обычные стандартные грузы, то здесь ничего страшного нет. В каких-то случаях бывает таможенная инспекция, в каких-то полицейская инспекция. Но это не критично. Это все грузы из России принимаются в более-менее спокойном режиме. Они принимаются как на местный рынок, так и для дальнейшего транзита, даже в хуже саму Европу или куда бы ни было, без ограничений. Здесь, пожалуйста, пользуйтесь теми авиалиниями, которые находятся либо в ваших городах, либо везите через более крупные города, где более крупные работают. Давайте на каком-нибудь таком понятном примере. Условно говоря, 100 килограмм продукции. Какой-нибудь абсолютно... Все, что касается мелких грузов, вот сейчас уже сформировалась такая структура, что если у вас груз меньше 100 килограмм, то это нереально высокие тарифы. Везде попадаете по минимальным расценкам. Везде абсолютно. Если грузы свыше 100, от 100 до 500 килограмм, все равно очень высокие цены. А от 500 килограмм... Можно генерировать, Ирина? Просто чтобы было понимание у людей, да? У всех участников. Допустим, до 100 килограмм, до 500 и свыше 500, допустим. Я не могу сказать из России. Россия очень большая, страны... Дрехи из Москвы. Из Москвы в Дубай, например. А сейчас я не могу сказать. Они варьируются от 3 долларов, может быть, до 10 долларов. Надо смотреть. Сложно сказать. Из Эмиратов или из других стран мира в Россию я могу озвучить. Более или менее здесь понятные цены. Давайте эти примеры... Потому что если из Эмиратов вы отправляете... Ну, считайте, как бы это прямым, в кавычках, можно назвать рейсом, который долетает очень оперативно до Ашереметьево, но он идет, естественно, транзитом технической посадки, где меняются документы. В этом случае цена варьируется от 5 до, наверное, 10-12 долларов за килограмм. В зависимости от объема. Поэтому там, когда у вас получается цена 8-10 долларов за килограмм, это, естественно, грузы, которые меньше 100 килограмм веса. Хотя кому-то это... Если мы берем больше 500 килограмм... Больше 500, они где-то уже идут 7 долларов за килограмм. Это только авиафракт. Я не говорю про остальные расходы. Это пока авиафракт. Это может быть где-то максимум 7,5... На генеральный груз. 7,5 долларов за килограмм, самая высокая. Самая дешевая, наверное, ну, где-то 6,5. Вот так. Ирина, что еще нужно? Да, да, да. Это потому что самый частый, наверное, запрос, который есть, да? Ну, приблизительно. На самом деле, конечно, от 100 килограмм до 500. Но, понятное дело, что высокий тариф. И тем не менее, просто хочется, чтобы у всех, кто планирует отправки, было понимание, сколько это стоит все-таки. И что нужно прибавлять к этому? То есть мы сейчас определили, сколько стоит килограмм. Приблизительно, да, там, и в районе 100, и в районе 500 килограмм. За килограмм сколько стоит в долларах. Что нужно еще прибавлять к этому тарифу? То есть мы говорим, прежде всего еще раз повторяю, про генеральные грузы. Где нет опасных грузов, где нет скраба, где нет мобильных телефонов, ноутбуков и так далее. Просто обычный генеральный груз. В этом случае, если груз идет с местного рынка или он идет транзитом, по-любому, здесь дополнительные расходы, как стоимость авиакладной, аэропортные расходы на экспорт, либо на транзит, то есть на вход, на выход через аэропорт, таможенные расходы, таможенные инспекции, документация и еще ряд целых расходов. Как правило, уже выходишь на более-менее стабильную стоимость за килограмм по местным расходам, это если груза где-то больше трех тонн. До трех тонн достаточно высокая общая сумма вот этих всех расходов может быть. Она варьируется в зависимости от, ну, например, на 100 килограмм. Эта сумма может где-то, ну, наверное, 700 долларов, где-то приблизительный, вот, планировать. На 500 килограмм это может быть, ну, допустим, ну, пускай даже те же самые 700 долларов, но которые падают на 500 или которые падают на 100. Естественно, каждый килограмм будут разные тарифы. То есть вот эти цены в Эмиратах, они очень важны, их надо понимать, и они не маленькие, они достаточно высокие. Но они гарантированы, не цены, а транспортировка через Эмираты идет достаточно гарантированно регулярно уже. Это мы сейчас говорим про авиапрямую. Есть у нас идет авиа, которая с прямыми рейсами из Эмиратов в Москву. Ну, если у вас есть какие-то разрешения, и вы в какой-то специальной зеленой зоне, что у вас все можно, ну, пожалуйста, отправляйте. Причем многие говорят, а у нас отправитель отправил, а у нас случай, у нас там кто-то сказал и так далее. Да, рейсы есть. Да, люди отправляют грузы напрямую в Домодедово, в Шереметьево, в другие города. И без разрешения, если это не дубайский аэропорт, а другой Эмират, как, например, Шаржев, Куджера, Рассельхайм и так далее. Можно. Но в Эмиратах сейчас такая тенденция, что если не проработан как следует бизнес в Эмиратах, то при перевозке напрямую грузов в Россию банки обязательно требуют логистические документы, которые включают в себя не только авианакладной, но и упаковочный, но и таможенную декларацию. Если банки видят прямую доставку в Россию, вообще слово Россия, Белоруссия или Украина, неважно вот эти три страны, однозначно идут очень большие проблемы, вплоть до закрытия банковских счетов отправителей. Отправители, кто знает это, они уже напрямую так не работают. Да, цены могут быть в два раза дешевле. Цена напрямую может быть 3 доллара, например, 4 доллара за килограмм, вместо 6, 7, 8. Да, может быть. Но риск при этом очень большой, прежде всего для отправителя. Получатель, он ничего не проигрывает, не выигрывает, он получает, ему все хорошо. А вот отправителю, да, действительно, у отправителя могут быть большие из-за этого проблемы. Поэтому те, которые уже знают и более-менее уже работают на постоянной основе с этими, с нашими трех странами, они стараются избежать логистические документы, где указаны финальные пункты назначения России, Белоруссии или Украины. Это очень важно понимать. То есть, соответственно, вы берете на себя этот вопрос и делаете магическую трансформацию, при которой все остаются в безопасности. Да, да, поэтому я сказал, это прямой рейс, про который я с самого начала сказала. Да, он дорогой, но он при этом сохраняет бизнес и отправители, получатели, и, в принципе, на постоянной основе можно работать. Дальше. Есть еще один рейс, даже не один, еще несколько вариантов рейсов. Да? Да, да, говорите немножко, подвисает просто интернат. А есть еще несколько вариантов рейсов транзитных тоже через третью страну. Но там всегда идут задержки. То, что не касается напрямую из Эмиратов в России, ну, напрямую, еще раз повторюсь, транзитным пунктом, со сменой документов, но для нас напрямую. А все, что касается других транзитных пунктов, через что-нибудь, как-нибудь, со сменой всего вокруг, это все прекрасно. Оно работает. Ну, во-первых, там большие задержки, потому что этими маршрутами пользуются практически все. Другое, большие грузы там однозначно будут разбиты на несколько партий, и вы будете эти партии достаточно долго получать в России и платить за хранение и так далее. Ну, и, в принципе, здесь большие недобства. Но в этом случае вы можете отправлять совершенно беспроблемно грузы с температурным режимом. И с минус 18, это можете отправить. Сейчас перейдем к этому вопросу, прям как отдельный пункт у нас будет, потому что вопросов по температурному режиму тоже много. Я просто немножко, чтобы мы подытожили эту секцию, то есть у нас, чтобы что-то осталось в голове, на что можно опираться. Например, 500 килограмм, умножаем на 7 долларов, получаем 3500 долларов, прибавляем 700 долларов за все бумажки, получаем 4200 долларов за отправку 500 килограмм груза. Это просто вот, чтобы была такая калькуляция. Приблизительно. Плюс-минус, я понимаю, да, прекрасно, просто чтобы был какой-то ориентир у всех, на что можно было бы опираться. Давайте теперь вот перейдем к вопросу по морской доставке, то есть то, что касается, ну, больше, чем, скажем, наверное, тысячи килограмм, да, и целесообразно рассматривать, и контейнеры, соответственно, 20 футов, 40 футов. Что откуда ходит, какие грузы можно отправлять на данный момент из портов, сколько времени занимает примерно логистика, ну и, соответственно, сколько это стоит. Так, морские. Первое, сейчас в Эмиратах практически никто, ну, мало, я, по крайней мере, не знаю, кто занимается LCL, то есть часть контейнера, отправляются контейнерами, потому что очень много запросов, и нет ни у кого времени чисто физически отрабатывать маленькие грузы. Ну, просто очень сложно. Здесь еще одна причина есть, ну, по крайней мере, да, то, что сейчас часто происходит. Если, допустим, сборный груз кто-то оформил неправильно свою часть, то возникают правильные проблемы у всех, кто находится в этом контейнере. То есть, это тоже одна из причин, почему, ну, по большому счету, могут быть вот отказы по частичной загрузке. Да, причем частичную загрузку, если мы что-то берем на себя в каких-то исключительных случаях, то мы берем на себя всегда все под ключ. Никаких вариантов, что вы мне даете цену морского фракта, а я тут сам все сделаю. Нет, категорически нет. Нет, если мы беремся за одну часть перевозки в Россию, мы беремся и за другую, мониторим и четко отслеживаем, чтобы ни у кого, ни на каком этапе не было никаких проблем. Потому что на данный момент это очень важный вопрос. Так, морская доставка. С августа открылись у нас прямые рейсы на Новороссийск из Эмиратов, из Дубая. Это 20-футовые, 40-футовые контейнеры. Цены очень сильно варьируются. Где-то берите в среднем, ну, наверное, от 9 до 12, до 13 тысяч долларов за контейнер. Ну, наверное, 9, где-то приблизительно, ну, пускай 10. Это 20 футов. Где-то порядка 13 тысяч, это 40 футов. Это очень приблизительно, потому что все плавает. Каждый отдельный рейс, отдельные цены. Отдельный, где-то полторы, максимум 2 тысячи долларов, плюс-минус цена скачет. Это на вот перевозку напрямую в Новороссийск. Помимо этого есть, что значит напрямую, что это за судно? Это, во-первых, это не Майерс, это никакие международные не судно. Это просто судно с российским флагом. Несколько компаний, нескольким компаниям судоходным в России разрешили из Новороссийска так ходить в наш регион. Из Питера одна компания. Наливные сыпучие из Калининграда во Владивостоке тоже все это открылось. Но, опять же, только все с русскими флагами. И к нам уже присоединилось там несколько вариантов таких чартерных компаний с африканскими флагами дружественных стран. Сейчас прошу прощения, не буду выпивать. Ирина, и хотелось бы еще понимать тоже по тарифам, сейчас мы поговорили из Эмиратов в Россию. Вот назвали ставки на 20-40 путов. И что у нас в обратную сторону? Потому как мы поддерживаем максимальный экспорт. Хочется понимать из России в Эмираты, сколько на данный момент, из каких портов стоит доставить 20-40 путов. Давай сначала договорю тогда из Эмиратов в Россию, тогда будет более-менее понятна связка обратно. То есть одни морские линии идут напрямую в Новороссийск, потому что они выходя из Новороссийск на 15 дней, чего никогда не бывает. Ну, потому что вот так. А к тому же сейчас еще зима приходит, погода меняется, и как бы тоже свои погодные условия вносят свои коррективы. Поэтому все равно остаемся на 20 днях. Максимум может быть, конечно, 25 дней. Ирина, чтобы зафиналить понимание, все-таки на что-то нужно опираться. В итоге, общее суммарное количество дней сейчас, я понимаю, что все постоянно меняется. Вот на сегодняшний день, если, допустим, компания отправила из России контейнер, сколько он стоит, 20-футовый, сухой, и сколько по времени это займет. Ну, 20-футовый, я навряд ли скажу. 40-футовый, ну, наверное, так же где-то берите, где-то 10 тысяч, потому что цены плюс-минус одинаковые. Они могут, опять же, вот так варьироваться, скакать от маршрута, от перевозчика, от многих факторов. Но где-то меньше десятки не берите за контейнер. Ну, не будет. Но 40-футовый, правильно, контейнер? 40-футовый, да. И у нас все равно получается доставка, хоть слева, хоть справа, хоть как угодно. Либо даже прямой из Дубая в Новороссийск, все равно получается 20-25 суток. Наземкой через Азербайджан, то, что сейчас пока что быстро идет, опять же, те же самые 20 суток. То есть везде у вас плюс-минус, в скоростном режиме 20-25 суток. В длинном режиме, когда попали в пробки, там, понятно, может быть, длинные задержки до 40-50 дней. Что в одну, что в другую сторону. Но из России всегда идет быстрее, чем в России. Ирина, и такое понятное дело, что это общий вопрос, но тем не менее, раз мы сегодня разговариваем про логистику, максимальная загрузка в таком случае в тоннах на 40-футовый контейнер. Перевозка по Ирану в одной машине. Маленькая она или большая, неважно, 20 тонн. Поэтому тентовые машины ходят по Ирану. Но они не бывают больше 80 кубов, эти тентовые, даже тир по машину. Потому что 20 тонн и все. Без палетов можно ли отправлять груз? Если он идет без перегрузки в контейнере, который поставил груз в Эмиратах, а выгрузил в Москве, отправляйте, как хотите. Но ваша тогда задача так закрепить груз, чтобы он никуда не упал, не поехал, не побился, с ним еще не случилось. Поэтому палетты большой экономии не дают. Если мы понимаем, что требуется перегрузка, то стоит ли избегать палетов? Опять же, смотря какой груз. Если груз идет, ну, допустим, я не буду так, не допустим, если идет в каких-то вот таких малюсеньких стандартных коробках, которых можно от низа до самого верха, без сантиметра даже прослета запихнуть в один контейнер. Да ради бога, просто вы понимаете, что при перегрузке, конечно, так уже конструктор Лего никто не сделает вам в пункте перегрузки. Конечно, это будет уже больше по объему, что-то побьется, что-то помнется и так далее. То есть если это на товар не изменяет, ради бога. Просто, чтобы понимать экономическую целесообразность, потому что иногда люди хотят сэкономить до потолка, наставить полностью, но надо понимать, что потребуется это, опять же, вручную практически доставать, что-то будет убеждаться в любом случае. Это оплата рабочей силы по сравнению с тем, как-то можно было бы перегрузить, допустим, на палетах. То есть это все нужно учитывать. Причем, если в эмиратах стоит супервайзер, который отслеживает, как оно грузится и так далее, мы делаем фотографии, ну, многие вещи делаются, то в транзитном пункте надо понимать, что перегружать будут обычные работяги, люди, может быть, без образования, без большого интеллектуального понимания, как это делается. Вот просто рабочие, просто руки рабочие. Поэтому то, что вот рабочими руками можно из точки А погрузить точку Б, так оно и будет. Да, поэтому вопрос палетов тоже нужно учитывать. Иногда есть смысл все-таки поставить на палет, наверное, да, и меньшему риску подвергать. Бывает смысл на палеты. Бывает смысл большие-большие коробки поставить. Бывает смысл как-то объединить маленькие коробки в какую-то большую упаковку. Не обязательно палет. Все, что возможно, что придумаете. Но, опять же, если вы поставите в большую здоровую-здоровую коробку, в которой вес 300 килограмм, то подумайте, а как простые грузчики, которых просто с деревень местных набрали, чтобы они на границе поработали, как они будут эти 300 килограмм, а большую коробку поднимать? Если даже они поднимут, но когда они ее будут пускать, они ее уронят. А если они ее уронут, то, соответственно, что будет с вашим грузом? Именно поэтому возникло свое время 100 лет назад вопрос о палетах. Когда есть палет, это значит, что можно не руками 300 килограмм здоровую коробку поднимать, а просто вилочным погрузчиком или чем-то, какими-то вспомогательными средствами, снизу подтягивать и подниматься. Поэтому возник вопрос палет. Поэтому, если у вас есть какие-то свои собственные решения на тему упаковки, и как это правильно выгружать будут обычные работяги, и загружать, ничего не попортив с вашим товаром, но это все в ваших руках. Как придумаете? Ирина, температурный режим минус 18 градусов. Часто это достаточный вопрос. Два варианта, соответственно, нужно. И доставка какая-то, может быть, оперативная, если она есть, воздушная, и все, что есть в формате контейнера. Воздушная, вот прямой, хорошей нету, никто этим заниматься не хочет, потому что минус 18 – это специальное место в самолете, которое сейчас экономится под грузы, как можно больше экономится. Поэтому минус 18 можно отправлять только в таком случае, если у вас там сухой лед, если у вас контейнеры специальные, но у вас минус 18 сколько будет держаться? 5 дней у вас не продержится. А сколько дней нужно продержаться? Где-то 5 дней, потому что тогда оно идет не прямым рейсом, не чартерами, теми, которые не поддерживают ни температурный режим, ни чего, просто это не берутся, потому что это неинтересно. Своих грузов много простых. А если это идет через третью страну, через третью страну пока туда дойдет, это 2-3 дня, и там еще полежит 1-2 дня, и дальше долетит до Москвы прямым рейсом. То есть получается от 3 до 5 дней. Ну, причем еще сдача груза в Эмиратах, это тоже один день. И получение груза на месте, это тоже еще один день. Поэтому как ни крути, минимум 5 дней, ну, не минимум, это в среднем 5 дней у вас получается. Я не знаю такого, как может это сделать. Поэтому, как правило, такие скрапуртищие грузы, они идут именно в полных контейнерах. Тогда берется рефер-контейнер или два контейнера. Но опять же, надо смотреть, чтобы в один контейнер, вес контейнера был не больше 20 тонн. И тогда он ведется наземкой через Иран. Потом он может также наземкой дойти и до России, либо перегрузиться опять же в грузовики, но все под температурным режимом. И обязательно вот эти, ну, не совсем удобные вопросы с максимальным весом груза на одном транспортном средстве. Сколько это стоит? Это стоит, наверное, сейчас точно не скажу, потому что очень редко такие грузы, вот просто единичные клиентские грузы. Такие грузы обычно идут проектами. Если проекты, это где-то от 15 до 20 тысяч долларов контейнер. Либо, есть еще вариант, вы покупаете контейнер под себя, вы его грузите в Эмиратах, свой собственный контейнер, рефер со всеми вытекающими дополнительными расходами, везете в Новороссийск, и, пожалуйста, там вот под себя опять же разгружаете, напрямую везете дальше, куда вам надо. Либо, если это проекты, опять же покупается контейнер, он ставится на судно, и он туда-сюда, челноком идет, Дубай-Москва, Дубай-Новороссийск, Новороссийск-Дубай. То есть такие тоже возможные варианты. Но опять же говорю, в основном это проектные грузы, потому что, как правило, Скоропорт, это мороженое, мясо и так далее. То есть все, что касается глобальных грузов, не маленьких, там по 20-30, там 150 килограмм, это более крупные грузы, но под них надо просто прорабатывать схему. Как проработает схема, так она и будет работать, и, соответственно, такие будут широкие и деньги. Да, иногда просто люди хотят отправить какую-то тестовую партию, и мне нужно попробовать, ну, условно говоря, там, не знаю, там, пять палет, там, три палета, да, попробовать. И вот часто у людей возникает вопрос, а как их доставить вообще, в принципе. То есть вариантов-то практически нет. То есть либо весь контейнер букировать под себя, там, под три палета, либо как это вообще делать, какое есть решение? Сейчас пока из Эмиратов сложное решение. Из Турции еще решение работает. То есть мы можем из Эмиратов отправить, например, в Турцию, официальными там, КАПАКом, там, МССИ, кем угодно, официально. В Турции, когда будет сложная логистика с покупкой, продажей и перетарка на местные линии, и дальше уже местными линиями, опять же, тогда пойдет Новороссийск уже, ну, понимаете, здесь цены будут, конечно, сумасшедшие, просто сумасшедшие. Это очень здорово. Заканчивая вопрос про температурные режимы, вообще, в принципе, какие страны можно доставлять сейчас через Эмираты? Все. То есть всю планету, грубо говоря, вот на данный момент кто является альтернативой, то есть Турция и Эмираты, или еще кто-то? Есть, ну, то есть какая-то страна, да, которая может предоставлять это такое решение, когда, неважно, да, вам хоть в Соединенные Штаты Америки нужно отправить, хоть в Австралию, условно говоря, да, груз, то есть вам нужно ехать в Эмираты, и из Эмиратов дальше уже ехать в любую точку мира, или какие-то другие еще решения есть? Ну, Китай еще с Гонконгом есть, но там свои ограничения, у нас свои, в каждой стране свои ограничения, в каждой. Да, мы все работаем, и Эмираты, в принципе, и Европа так же работает, она сейчас идет очень тихо, спокойно, наземкой, на цыпочках, но она идет, что-то идет, если прорабатывать, очень хорошо глобально прорабатывать свой проект, можно находить специальные решения, но в любом случае эти проекты, это проект, это не единичный груз 3-5-палет, это большие проекты, тогда можно что-то делать. В нашем случае, если 3-5-палет, условно, если стандартные нормальные грузы, это пользуемся либо Турцией, либо Эмиратами, либо Китаем, Гонконгом, наверное, все. Есть еще, конечно, вариант с Мальдивами, но Мальдивы, там только транзит, и транзит подготовленный изначально из другой страны. Когда просто в Мальдивы приземляется какой-то груз, не оприходованный ничем, во-первых, он стопорит абсолютно весь полный поток других грузов, которые идут из разных стран через Мальдивы в Москву, потому что из Эмиратов, из любой страны, чтобы вы не отправляли в Мальдивы, вы сначала должны получить две накладные, зарезервировать, понимая время доставки, рейс, например, из Дубая в Мальдивы, из Мальдивы в Москву, и только в эти связки можно тогда отправлять. А если просто привезти груз туда, пускай сам прилетит, такого не бывает, нет, оно, конечно, бывает, очень часто, очень часто бывает, но это дает задержку всем всегда. И к тому же сейчас Европа и Америка перестали отправлять напрямую груз в Мальдиву, понимая, что это за транзитный пункт. Какие документы сейчас требуются для того, чтобы, во-первых, прочитать логистику, и, во-вторых, для того, чтобы, в принципе, отправить? Ну, я имею в виду, это понятное дело, что это все стандарты, но, тем не менее, зачастую, есть смысл проговорить еще раз, то есть, что конкретно требуется из документов для того, чтобы отправить груз? Ну, самое первое, это упаковочный лист. Это надо понимать, во-первых, таможенные коды сейчас никого не интересуют, потому что, говорит, кто-то говорит, ой, у меня санкционный груз, а у меня там тот, а у меня там такой таможенный код. Нет, неинтересно. Описание товара, что это реально за товар? Если это опасник, значит, МСДС. Если это гипотетически, может быть, опасник или какой-нибудь там... МСДС, паспорт безопасности, да? То есть, ну, что... Да, да, да. Всем проговорить. Да, что угодно. То есть, если специфический товар, значит, дополнительная специфическая документация. Раз, дальше, стоимость товара, реальная стоимость товара, она нигде не фиксируется, это мне надо для понимания, как бы отправить, так или сяк. К примеру, через Иран мы отправляем контейнер с максимальной суммой 50 тысяч долларов. Если выше, значит, соответственно, немножко другие условия. То есть, понимаешь... Ирина, опять пропал звук, нужно микрофон включить. Дальше. Количество мест, размеры мест, вес. Это первое, что обязательно требуется. Тогда на основании простых физических данных груза можно его рассчитывать. И понимаешь, что это за товар, тоже понимаешь, каким лучшим маршрутом его отправить в Россию. Это основное. А дальше уже потом, уже совсем потом, если груз подтвержден, тогда одни документы на приход груза в Эмираты, ну, в Эмираты, в Турцию, в любую транзитную страну, я думаю, везде все одинаково. Обязательно по инструкциям. Дальше. По инструкциям отправка из Эмирата в финальную точку России. Все только по инструкциям. Надо, чтобы у вас документы официальные пришли, не знаю, там, допустим, американские документы в России на растаможку. Возможно, все, абсолютно все. Но это дело каждого просчета и каждого общения с клиентом по каждому отдельному грузу. Как правильно выстроить всю логистическую, финансовую и, ну, вообще, физическую цепочку прохождения товаров, чтобы у вас все было в России правильно. Потому что санкции в России – это не санкции в Эмираты или по всему миру. У вас одно понимание санкций, а у нас совершенно другое понимание санкций. Поэтому таможенные коды не работают. Надо понять, что это за товар. Наверное, пока все. И, наверное, может быть, какую-то памятку, да, подготовим тогда по итогу. Я имею в виду памятку по подготовке непосредственно. Да, можно. Сделаем, да, и отправим тогда, чтобы у всех участников тоже она была, и можно было на ней опираться. Ирина, тоже важный вопрос, да, потому что часто вот дают, как происходит оплата непосредственно услуг логистической компании. То есть на каком этапе, какая предоплата, какой закрывающий платеж, ну, в процентах. Ну, первое, что сейчас, я не знаю, не могу сказать про другие страны, но эмираты не принимают деньги напрямую, вот прям в лоб, не принимают деньги из России, Белоруссии, Украины. Не принимают никак, ни под таким вариантом. Если вы прорабатываете, опять же, свои проекты, то есть у вас не просто в лоб отправил деньги, получил груз, а какие-то большие проекты. Вы тогда прорабатываете финансовую логистику из России, вы посмотрите, какой банк с кем работает, с каким корреспондентом, какой корреспондент работает со следующим корреспондентом, по какой валюте, и какой финально Банк Эмиратов работает с каким корреспондентом. Как только у вас финансовая логистика правильно выстроена, это работа, это не работает так вот само по себе. Этим надо заниматься. Так же, как абсолютно всем, чтобы все хорошо было. Вопрос даже не в оплате товара, а в оплате логистических услуг. То есть, грубо говоря, как вам заплатить за ваши услуги? Не важно, логистика, товар, не важно принципиально проход денег в Эмираты из России, Белоруссии и Украины. Нет. Если оплата будет, она либо тогда идет, даже не либо из любой другой страны в Эмираты, либо по взаиморасчету каком-то, либо на каких-то длинных условиях, когда делаются какие-то встречные платежи. Ильин, спасибо большое. Мы стараемся оперативно по всем вопросам пройтись, которые нам уже прислали и которые набросали. Спасибо за такую сжатую информацию. Коллеги и участники, пожалуйста, тоже пишите вопросы, которые у вас сейчас возникают, для того, чтобы можно было максимально быстро на эти вопросы дать ответы, чтобы мы уложились в час так же, как и запланировали. Можно я сразу добавлю? Сразу один вопрос, сама задам себе и отвечу для всех. Такой вопрос. Многие приезжают в Эмираты покупать машины. И, конечно, сидя в России, думаешь, лучше купить сразу новую, пускай одну, двадцать одну, сто одну, неважно для какого бизнеса, частного или большого коммерческого, неважно принципиально. Но чем покупать старую? Но в Эмиратах такая политика, даже не в Эмиратах, а по всему миру политика дистрибьюторов, что если ты, дистрибьютор, привез груз, неважно какой, в ту страну, где у тебя дистрибьюторские функции, значит, ты продаешь только на внутренний рынок, ты не продаешь на экспорт. Если надо клиенту приехать и этого дистрибьютора купить на экспорт, значит, этот клиент ищет в Эмиратов местную компанию, на имя которой идет первая закупка от дистрибьютора, а потом с этим уже местным, с местной компанией, вы уже сами договариваетесь, как будете отправлять на экспорт. Надо-то я подскажу. Но вот эта схема, она работает абсолютно везде, в любой стране мира. Напрямую, у дистрибьютора на Россию запрещено покупать. И не только на Россию, но в любой другой регион, где нету этой дистрибьюции. Ирина, важный вопрос, согласен полностью. Плюс ко всему, здесь еще нужно добавить, что при покупке машины в Эмиратах, вас сейчас, по крайней мере, в последнее время уже, обязуют поставить ее на учет, повесить номера на машину на это, потом, соответственно, снимать ее с учета. То есть, ну, история, по крайней мере, не самая простая. То есть, это не просто там приехал. Опять же, повторяю, если ваш бизнес проработан, так же вы идете в магазин, вы же не покупаете все, что видите в супермаркете, а выбираете то, что надо вам. Вы проработали уже изначально в голове свое меню, свой бюджет. И тогда идете делать все. Здесь то же самое. Приезжая сюда, вы сначала понимаете, какие машины вам надо покупать, как их покупать, где покупать, а потом идет покупка. Потому что на данный момент, к большому сожалению, люди приезжают в Дубай, сначала покупают, а потом думают, как же дальше быть. В Дубае можно покупать машины сразу на это. Все можно. Но опять же, должна быть сначала проработка вопроса. Как по финансам, как по логистике, так же и по торговле. Хорошо. И теперь у нас вопрос по Африке. Маврикий как хаб в Африку работает? Это у нас вопрос. Очень относительно. Потому что в Маврики сейчас... Как можно сильнее затягивает. Очень сильно сейчас, на данный момент, вот сейчас затягивают гайки. Очень сильно. Поэтому какие-то вещи работают, но традиционно не особо. Только смотря, что вы хотите спросить. Торговля, логистика в Африканский регион или из Африканского региона в России? Я думаю, вопрос в принципе, в общем и целом, наверное, как использование Маврики как логистического хаба. Ирина, вопрос такой тоже вот у нас от Антона следующий только что пришел. Скажите, пожалуйста, по поездке на выставку ВОЭ на органик. Выставка органик Кит Нейчерл. На самом деле вопросов очень много подобных возникает, поэтому мне кажется, тоже будет полезно проговорить. Организаторы про кем давали привезти сыр твердый на стенд в чемоданах или в термосунке. Сколько килограмм на одного человека можно привезти в чемодане? Будут ли в аэропорту запрашивать ветеринарный сертификат, сертификат здоровья, если везу, это как физическое лицо? Как физическое лицо вы можете максимум либо пять номинований одного товара на себя завести, либо надо посмотреть по сайту Эмирата, сколько килограмм на себя можете привезти. Не больше. Но если вы турист, вы никогда не объясните, что 100 килограммов сыра, вы приехали на три дня и за три дня съедите 100 килограмм. Не объясните. Если же вы едете на выставку, значит, у вас есть другой вариант. Вы можете в коммерческую партию отправить вместе с собой, с растаможкой, специальной растаможкой под выставку в Эмират. Это, возможно, немножко другой вариант, но это возможно. Ну, здесь плюс ко всему еще идет письмо непосредственно от выставки о том, что компания участвует в выставке, то есть это официальное письмо с печатью выставки. В принципе, эта история у нас каждый год повторяется. То есть многие приезжают, с собой привозят прямо с официальным письмом, с инвойсом, ну, условно, там нулевым, да, там ставится по одному доллару за килограмм, то есть и с собой в чемоданах таким образом привозят. Антон, это вот что касается непосредственно привоза. На самом деле очень много вопросов возникает вот при доставке образцов на выставку, потому что многие люди, ну, как бы хотят привезти, условно говоря, там 10, 20, да, 30 килограмм и доставлять это их каким образом, непонятно, и многие везут в чемоданах. На выставку, ну, в принципе, это тоже решение. Давайте сразу скажем, понятно, значит, да, это действительно решение на свой страх и риск. Никакой гарантии, что у вас этот товар не арестуют, не конфискуют, нету. Потому что это запрещено, это частное лицо в своем частном чемодане, чего-то везет, это значит для частных нужд только. Если вы везете, я не знаю, там 100 флаконов косметики, ну, молите Бога, чтобы это вас нигде, вас не тормознули и не остановили, и не забрали товар. Это запрещено. То есть я рассказываю, давайте так, я рассказываю официальную сторону. Как вы на свой страх и риск привезете, это ваше дело. Минимальная, вернее, максимальная партия, которая не подлежит сертификации для въезда в Эмират, это 10 килограмм груза, отправленного либо экспресс-почтой, либо отправленного самолетом, как карго. Но у вас другая тема, у вас тема выставки, поэтому на выставку завозятся действительные образцы, и все это официально, но для этого надо завозить официально. Тогда вы можете набрать и 300, и 500, и сколько угодно килограмм на основании правильных бумаг, где надо по инструкциям заполнить авианакладную в Эмираты, если вы едете без корнета. И тогда только вы приезжаете в Эмираты, вы все равно платите депозит таможный, вы платите НДС, и чтобы вам вернулся, если вы не съедите все это, не раздадите на выставке, то тогда вы будете просить, чтобы вам вернулись ваши депозиты, НДС и все прочее. И это возможно только в том случае, если заход в Эмираты по карго-линии был абсолютно правильный по инструкции. Если что-то сделали неправильно, таможный депозит может вернуться, а вот НДС нет. Если вы поставите минимальную сумму там 0 или 1 доллара, вам таможный все равно пересчитают на минималку. Поэтому здесь, да, можно занижать, это все понятно, но в разумных пределах, если говорить про карго. Поэтому лучше, наверное, все-таки объединяться и присылать груз как образцы, да, с образцами, да, без сертификата, поскольку это образцы, да, это на выставку, но по правильной документации. На выставке, да, дальше груз, заходящий сюда на выставку, выставка начинается завтра, груз пришел сегодня с утра. Мы, у нас есть возможность очень быстро, оперативно растамаживать и привозить вам груз прям даже в последний момент. Не надо за 10 дней. Ирина, много вопросов по поводу ваших контактов. Если возвращаетесь, тоже их разместим. Хорошо, то есть улобные средства для связи с вами проговорим и готовьтесь к атаке с дополнительными вопросами. Ну, я думаю, вы не только разместите, сколько, наверное, эти контакты возьмете себе, и мы вместе будем прорабатывать, потому что я смелась со стороны мира. Ага, Ирина, немножко связь пропадала. Ирина, спасибо большое. Всегда приятно, когда вот непосредственно, да, последнюю информацию и из профессиональных уст можно услышать. Спасибо, что уделили время. Надеюсь, что нашим участникам это было полезно. Я и предлагаю вообще, в принципе, периодически нам такие мероприятия делать, потому что вопросов, ну, сами знаете, что миллион, и консолидированно на них отвечать всегда эффективно. Поэтому всем спасибо, всем хорошего дня и будем на связи. Все, спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok